Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня у нас уже третий выпуск подготовки учащихся к городской исторической игре «Мой Гродно». Сегодня у нас в гостях учитель биологии и географии, магистр, краевед и зоолог, а также ведущий программы Виталий Станиславович Гуменны. Здравствуйте! Очень приятно, здравствуйте! Сегодня у нас речь пойдет, как я правильно понимаю, о нашем Гродненском зоопарке. Да, мы сегодня поговорим о том, как он создавался, кто его создавал и вообще об том времени, когда создавалось очень много интересных, в том числе и природоведческих и культурных объектов, которые сегодня сохранились на территории города Гродно. Ну, тогда начнем с АЗОВ. Да. Это первый вопрос. В каком году можно считать, что появился наш зоопарк и какие люди к этому причастны? Многие считают, что этот вопрос очень простой, а на самом деле это достаточно сложный и, я думаю, центральный вопрос сегодняшней нашей беседы. Почему? Потому что надо начинать всегда с главного – юридический статус, как мы говорим на сегодняшнем языке. Сегодня у нас в Беларуси существуют определенные правила, при которых начинает существовать учреждение. То есть в данном случае мы должны зарегистрировать нашу организацию, министерствие, получить печать, устав и нам должны разрешить функционировать. В этом отношении во второй Речи Посполитой, в которой началась история нашего Гродненского зоопарка, существовало три подхода. Первый подход – это тогда, когда начинает создаваться коллекция и уже, скажем так, эту коллекцию начинает показывать людям. Второе – это тогда, когда идет первое упоминание в официальных документах. То есть магистрат дал разрешение, либо получен официальный документ, договор, при котором зоопарк или учреждение начинает функционировать. И третий момент – это очень у многих зоопарков, самых известных, вот Варшавский, Краковский зоопарк – это когда уже все организационные моменты прошли, и был день открытия, и первый посетитель пошел смотреть уже окончательный вариант зоопарка. То есть вот эти три варианта, поэтому с точки зрения нашего Гродненского зоопарка у нас присутствуют все три типа варианта открытия. Сильно разнятся даты между этими. В данном случае у нас есть три гипотезы. Первая гипотеза – это 1927-1928 учебный год. Это упоминание есть в статье Яна Кахановского, человека, который считается инициатором и создателем Гродненского зоопарка. 1927-1928 год считается годом создания, потому что в отчете Яна Кахановского в ежегодном именно за 1927-1928 год написано, что начала создаваться коллекция. Но там есть одна маленькая такая как бы поправочка. Коллекция на самом деле начала создаваться не в 1927-1928 году. И вот этот вот упор, что все-таки отчет за 1927-1928 год, он дал фразу «27». На нее начали опираться, и она пошла далеко, и поэтому 1927 год начал считаться очень долго официально годом создания зоопарка. Но на самом деле датой можно считать 1928 год, потому что именно в этом году Ян Кахановский описывает 17 видов животных, которые были при ботаническом саде, гимназии имени Мицкевича, и они уже использовались в учебном процессе. Студентов привозили и показывали? Школьников привозили, да, то есть гимназистов привозили, да, то есть уже в 1927 году существовал ботанический сад. Скажем, растения и коллекция ботсада, она участвовала в учебном процессе. И надо четко сказать, что первой причиной создания зоопарка – это был не культура, не коммерческий вариант. Именно этот зоопарк создавался для учебных целей. И очень долгое время это было не коммерческое предприятие, оно именно было для обучения и просвещения населения города Гродно. Это важный момент. Следующая гипотеза, что существует официальный документ. Магистрат предоставил 2 сентября 1229 года территорию бывшего велотрека и стадиона «Сокол» под, ну скажем так, организацию зоопарк в этом варианте. Но есть еще следующий момент, что в 1930 году заработал комитет по организации зоопарка. Он так и назывался. Был создан совет в 1930 году именно по созданию зоопарка. В 1929 году получили разрешение, но зоопарк не был оформлен. Вот он начал оформляться и получили разрешение в конце года, поэтому все основные работы начали производиться в 1930 году. И в этом варианте получается, что 7 сентября 1930 года было переселение основной коллекции с Батсада в этот зоопарк. Ну и естественно, так как оно все было вовлечено в учебный процесс, то скорее всего после переселения буквально в какие-то недели считанные школьные группы туда пошли. Хотя об этом информации нет. Ну и существует еще одна гипотеза, очень важная, о том, что полная окончательная коллекция зоопарка сформировалась в 1931 году. Потому что есть один герой, который дал возможность вообще зоопарку быть. То есть был такой момент, на нем еще будем говорить, когда зоопарк мог не состояться. Это был именно 1130 год. То есть его могли просто не открыв, закрыть. Был такой момент. И вот, как называли поляки, чарный бобр или бобр европейский бобр речной, который содержался при ботаническом саде. Именно такой эксклюзивный объект, который и по большому счету не дал возможности эту инициативу остановить. Потому что при польских зоопарках единственное место, когда в то время бобр содержался в зоопарке Ливневоле, это было единственное место. И его могли там увидеть и приезжали увидеть со всей Польши. Вот этот герой, он в принципе реально стоял у истоков от того, что люди, которые создавали зоопарк, не разрешили себе закончить. То есть именно он был главный, этот бобр. Вот. И здесь естественно, что в 1931 году бобр переехал свой домик в зоопарк. И вот с этого года как бы вся коллекция, она только наращивалась. И при подсаде уже больше ничего не оставалось. Поэтому еще появляется 1931 год. И мы можем говорить о том, что 1927-1931 год. Но я больше останавливаюсь на том, что все-таки 1927 год – это такой год. Это знаете, как учебный год 2022-2023. Но мы взяли и поставили памятник в 2023. То есть какой год? 2023 или 2022? Ну, это мои рассуждения, субъективные. Потому что как бы до сих пор 1927 год он фигурирует в создании. И даже юбилеи проводятся именно под этот год. В 1928-1927 год по 1931 год шло создание зоопарка. Именно в том современном виде, в котором есть. Кто его создавал? Значит, здесь нужно очень четко сказать, что Ян Кахановский, да, он был инициатором. Но один человек создать этого не может. Кто был Ян Кахановский? Он был учителем мужской гимназии Миницкевича. Он был, естественно, человеком просвещенным. Человеком достаточно активным. И он был экологическим активистом. Раз он был активистом экологического движения в городе Гродно, значит, ну, скорее всего, была какая-то общественная организация. И она действительно была. Это организация любителей природы города Гродно. Это было официальное название. И вот почему на заставочке есть это здание. Это Ботаническая улица. Сейчас это корпус ветеринарного факультета, аграрного университета. А раньше на втором этаже был создан музей природы Станислава Жирны. Ну, почему называем Станислава Жирну? Потому что он был инициатором. Но именно вот эта природоведческая экологическая организация любителей природы Гродно, она создавала возможности и организовывала появление этих объектов. То есть музей природы, ботанический сад, зоопарк и так далее. Экотуристические маршруты, первые особо охраняемые природные территории, резерваты, бобров и не только бобров. И вот это все организация спонсировала. И надо тут сказать, что была одна особенность в то время. Магистрат в основном, то есть государство давало разрешение. Все основные финансовые нагрузки несла общественность. То есть создавались условия, либо это были членские взносы, либо это были какие-то мероприятия, где благотворительные, где были пожертвования. И за счет этих пожертвований создавались объекты культуры, объекты экообразования, те, которые сейчас мы не представляем, что это может быть без государства. Тогда это было именно инициатива и финансовое содержание общественных организаций. И здесь вот у нас есть небольшая хронология работы и создания этого общества любителей природы. То есть 1924 год, это из польских газет дата, когда было именно создание этого общества любителей природы города Гродо. И первый председатель этого общества был инженер Ежи Цитаржинский, который был одним из руководителей производств имения Станиславова. Именно все документы, которые были, подписывались, обращение в Совет охраны природы при Министерстве Польши, в Лигу охраны природы, в магистрат. Они идут за подписью Цитаржинского. Именно он занимал эту активную позицию. И в первые годы именно создания зоопарка Ежи Цитаржинский был таким локомотивом. Потому что я так понимаю, что имение Станиславова, оно было большое. Инженер имел достаточно много веса в обществе. Много именно проектов шло через это имение, через его владельцев. И, естественно, что он был вхож во все дома и мог заниматься сбором средств, что ли, и пропагандой. Дальше, 24-26 год – это создание музея природы. Станислав Живна – это отдельный вопрос. Он уже вернулся из Америки, из США со своей коллекцией. И именно в эти годы он принимает решение подарить эту коллекцию городу. Именно общество выходит с инициативой. И здесь и Ян Кахановский подключался, и другие деятели города Гродно. И создается данное учреждение, которое функционирует в рамках нашего краеведческого музея. 1925 год – создание обществом любителей природы при прямом участии профессора Домбровского. В этом отношении Чеслав Домбровский именно в польских газетах упоминается как инициатор создания ботанического сада для восстановления ботанического сада Жилибера. И при открытии этого ботсада Кахановского еще не было. Был Домбровский. И именно он говорил приветственную речь. Именно он принимал Владислава Шафера. А Владислав Шафер – это академик. Это родоначальник вообще природоохранных наук во Второй Речи Посполитой. Это краковский профессор. Это человек, который, в принципе, поднял Гродно с точки зрения исследования на достаточно высокий уровень. И все инициативы этого общества Владислав Шафер поддерживал. И именно экспедиции по изучению Гродненских оврагов, по изучению различных природных зон, поддержка всех резерватов бобров – это шла через этого человека. И на самом деле в этот период и при создании очень многих культурных учреждений эту фамилию нам надо называть. Потому что Владислав Шафер – это патрон очень многих инициатив, которые существуют до сих пор. В 1925 году торжественное открытие Ботанического сада, 20 сентября. 21 ноября 1926 года торжественное открытие Музея природы. То есть последовательно оно шло. В 1928 году создание уже Яном Кахановским, который был преподавателем мужской гимназии, первой коллекции при Ботаническом саде. Причем существует такая история о том, что именно ученики принесли первые экспонаты. А потом очень быстро они пополнялись с экспедицией и так далее, то, что было у них. 7 сентября 1928 года первое известное упоминание в официальном обращении слова «зоопарк», когда Цитаржинский просит командующего генерал-бригады Литвиновича об том, чтобы тогда снимали заградительную проволоку с фартов. И вот эту сетку заградительную они просили для того, чтобы оградить зоопарк, но в городском парке, то есть в парке Жилибера сегодняшнем. То есть изначально инициатива была создание там. И очень интересная есть заметка в польских газетах этого времени, именно 26-27 год, я точно сейчас дату не припомню, о том, что оказывается в долине Городничанки как раз между собором и мостом через Городничанку, который вот в ход, существовал частный зоопарк. Почему? Городничанка получила название «Вонючка», потому что этот частный зоопарк, не имея отводных всяких трупов и так далее, вся вот эта грязь шла туда. И было специальное заседание магистрата, который практически запретил его деятельность. И зоопарк Кахановского – это не единственный зоопарк Гродно, были еще и различные выставки животных. Животных на самом деле в Гродно привозили. Зоопарк начинался с той территории, на которой он находится сейчас. Он создал свою инфраструктуру с появлением бобра и с переселением на это новое место. 25 октября 1928 года написание письма магистрат от Общества любителей природы в Гродно с просьбой выделить часть территории именно в городском парке. В 1929 году создание по инициативе Кахановского при Ботаническом саде Общества любителей природы. Но это школьное общество любителей природы. То есть это те, кто ухаживали за животными, те, кто ухаживали за ботсадом. В июне 1929 года создается комитет природного парка в связи с созданием зоопарка. Создается специальный совет, в который входят, кстати, достаточно серьезные люди. Второе полугодие 1929 года – выделение комитету магистратом территории Трек. 2 сентября – официальный документ. В 1929-30 годах усиливается экономический кризис в Польше. И тут идет очень важный момент. Зимой 1930 года рассмотрение вопроса о закрытии зоопарка. То есть в данном случае стоял серьезный вопрос на Совете общества любителей природы Гродно о том, чтобы его закрыть. И здесь у нас идет 16 февраля 1930 года. Все-таки решили его делать, потому что бобр есть бобр. Его надо показывать. И в этом отношении состоялось одно из первых заседаний, где утвердился совет, в который входили Цитаржинский инженер, инженер Белецкий – это директор речного порта. Ядковский, Кахановский и Аполончук. В основном это все инженеры, которые занимались проектированием. Есть проект зоопарка, который сделал Ядковский. И это достаточно интересный такой проект, но он не был воплощен, потому что зоопарк был другим. 4 июля 1930 года из-за недостатка финансов перенос открытия зоопарка на новые территории на осень 1930 года. И только 7 сентября 1930 года перенос коллекции. Получается, что была официальная какая-то дата, но под нее они не успели. Там было уточнение, кроме бобра и выдры. Это как-то обусловлено их… Дело в том, что бобры и выдра, они имеют определенное… Это водные животные, и для них нужен вольер. И вот на это строительство вольера не хватило средств. Поэтому их оставили при ботаническом саде. Дальше, 16 июня 1931 года, ну, кризис идет. И в этом отношении, естественно, подходы просто. Взносы вообще собирались в магистрате, взносы собирались в музее природы. Кахановский собирал взносы. То есть, в основном, за счет взносов и жила вся вот это, кормили животных и так далее. Но этого было недостаточно. Поэтому, естественно, подходы надо было менять. И переизбирают совет общества любителей природы Гродно. И, естественно, вместо Цитаржинского становится полковник Адамович. Тот, который был комендантом, тот, который, скажем так, был вхож в военные круги, тот, который был вхож в государственные круги, у него был достаточный авторитет. И сразу же создается секция непостоянных доходов. Появился вариант потребности в специальных каких-то движениях для того, чтобы содержать этих животных и не только животных. И, естественно, что август 31-го года перевод бобра, то есть вот он, дата, да? Вот с выдрой. Сентябрь 31-го года проведение первой благотворительной недели охраны природы. На год делалась неделя охраны природы с различными фестами, с различными докладами. Приезжал шафер, приезжали ученые с Варшавского Краковского университета, делались выставки, делались какие-то экскурсии. И это все сопровождалось благотворительностью. То есть люди жертвовали деньги, да, да, да. И целый год зоопарк существовал. В сентябре 39-го года прекращение деятельности, ну, в связи с началом Второй мировой войны. И, естественно, сентябрь 39-го года это прекращение деятельности общества, не зоопарка. Потому что зоопарк дальше продолжил существовать. И мы знаем, что во время войны Кахановский даже был директором этого зоопарка. Но общество перестало существовать. Адамович уехал из Гродно, Кахановский остался, тот же Жеромский остался, да, тот, который ухаживал за животными. Газета, видите, 1026 год о закрытии вот этого частного зоопарка, о том, что он портит внешний вид города. А частник хотел, чтобы магистрат взял его под свой патронаж и сделал городским. Тогда ему нужно выделять деньги. Но они на это не согласились. Почему и откуда идет дата 1127 год? Естественно, после Второй мировой войны, после Великой Отечественной войны зоопарк стал функционировать. Первый директор послевоенный был Жеромский как раз, который был смотрителем при Кахановском. Но директор Шайковский, тот, при котором появились слоны, он, естественно, пропагандировал и развивал. И появляются первые путеводители, первые книжки про Гродненский зоопарк. И именно там есть такое стремление, я так думаю об этом, что чем старше, чем круче. Причем еще в 1928 году есть такой пропагандист природы, содержание животных неволи, охотник польский, ученый-краевед Кобылянский, который описывал, только он назвал «Гродненский зверинец». И он описывал именно наш зоопарк. Но тогда он еще был при Бацаде. И вот эти вот все вещи, с точки зрения того, чтобы все-таки было постарше. Поэтому и 1927 год хороший. То есть семерка, она такая для Советского Союза очень такая... Если опираться на эту дату, то уже скоро будет 100 лет, как наш зоопарк. Да, да, да. И, естественно, 1917 год, 1927 год. То есть вот этот вот вариант, он как бы очень подходил. И именно с этого путеводителя и начался отчет, что 1927 год является началом зоопарка. Ян Кахановский, его судьба, про нее в последнее время, слава богу, очень много говорят. На некоторое время о ней было забыто. Но он совершил гражданский подвиг. Он во время 100 человек интеллигенции пленили. Да. И гестапо сказали, что расстреляют только 25 из них. У Яна Кахановского был друг, не помню имя. Вивюрский. Да, директор... Юзеф, по-моему, Вивюрский. Да, Юзеф, Вивюрский. И Кахановский сказал... Ну, 6-8 в разных версиях по-разному. Ну, там, в общем, многодетная семья не была. Да, да, да. И Кахановский сказал, что он отдаст свою жизнь вместо Юзефа. Да, да. Потому что у Кахановского не было семьи, но и он пожертвовал собой. Единственное, что в этой истории большая трагедия о том, что через год все-таки не только одного Вивюрского, но всю его семью все-таки расстреляли. И в этом отношении получилась вот такая жертва, но очень сильно говорит о том человеке, который... Сам факт того, что он получился на этом. Да, но про Кахановского надо сказать еще одну вещь, очень важную. Очень много говорилось о том, кто такой Кахановский. И говорилось о том, что он был любителем, он был, да, он представлял наш регион в Совете охраны природы Польши. Он практически формировал первую сеть особо охраняемых природных территорий. Но то, что он ученые, говорили о том, что он был все-таки педагогом. Ну и вот из тех же газет польских очень четко есть информация о том, что он все-таки прошел курсы, так назовем их, повышение квалификации при Кахановском университете. И он освоил курс исследования полинологическим анализом. То есть, что это такое? Это когда берутся отложения различные геологические, и в них смотрятся кости древних животных, в них смотрятся пыльца, в них смотрятся семена, какие-то остатки растений, и описывается история формирования данной земли. С легкой руки Владислава Шафера они вместе со Станиславом Живным были представителями, и наш музей природы был филиалом Кракорского университета. Есть очень интересная история, когда Живно и Кахановский при строительстве дороги, я так понимаю, что сегодня это железная дорога, которая стала Кольцевой Восточный мост, они нашли клык мамонта 5 метров длиной. И приехали с Варшавского университета ученые, которые попытались его забрать в Варшаву. Они не дали, и была полемика в газете о том, что, ребят, помогите, давайте не отдадим достояние города Гродно. Но они не только клык мамонта нашли, они нашли кости шерстистого носорога. И в этом отношении придание статуса музею природы позволило, Кахановский еще налаживал систему оповещения. Это то, что сейчас мы говорим, информирование. У него в каждом, в Гродненском более-менее крупном населенном пункте были, видно, люди, которые проходили курсы, он с ними общался. И вот в Лунно учительница прислала информацию о том, что есть подбитый бобр, он туда выехал, он его словил. Это отдельная история, он не сразу словил, но все-таки ему помогли. И встречал его на вокзале уже Цитаржинский. И впервые с точки зрения нашей территории было сделано подробное описание анатомии. Это делал военный врач. Впервые был вылечен бобр, была проведена операция, потому что его очень сильно порвали, было очень много ран и так далее. И очень многие люди принимали участие в этом. Но этот бобр был только начало. После этого обнаружили семью бобров в речном порте. И вот этот вот инженер Белецкий, директор, он разрешил создать такой пункт со смотрителем. Смотрители уплатили деньги, и он охранял место, где жила семья, должен был смотреть, чтобы не было капканов. И есть очень много документации и писем. Прямо около... Да, в самом, вот там, где сейчас у нас затон речного порта, там была жила бобриная семья. И там ее охраняли. Есть целая переписка писем, которая говорит о том, что вот одного из смотрителей увольняли за то, что он допустил, нашли капкан. И никто не знал, то ли он сам допустил, то ли нет. Но потихонечку эту семью все-таки из-за беспокойства она ушла. Но нашли после этого семьи около Черной Ганчи, Августовский канал, нашли выше по течению Немана. То есть была создана сеть резерватов. Но это место, где вот в Луна происходила поимка бобра. Вот он, Цитаржинский. А он и бобер на руке. Да, бобер. А вот сзади него врач, который, в принципе, это осуществлял все, весь осмотр и лечение. Это Владислав Шафер. Именно тот человек, который являлся вдохновителем всех местных региональных любителей природы. И он на общепольском уровне осуществлял эту всю поддержку. Большой польский ученый и большой, скажем так, человек для многих событий в городе Гродно. Ну, а это уже письма, которые писались в магистрат Гродно. То есть это свидетельство всего того, о чем я говорил. Письма в гарнизон и так далее. В связи с письмом к товариществу любителей природы города Гродно выплатить 200 золотых гродненскому садовнику Мозрукевичу за оформление ограды зоопарка. То есть вот такая как бы вещь это 2 сентября. Это Адамович, который в принципе с его легкой руки зоопарк не только существовал до 1939 года, но и приобрел очень серьезную коллекцию. То есть животные закупались, там были и хищники, и очень интересные попугаи. Но это отдельный вариант о коллекции, мы сейчас об этом не говорим. И вот очень интересный вариант о том, что 1037 год – это входной билет в ботанический сад, в зоопарк и там еще… Местного музея. Да, да, музей и так далее. То есть это выдавалось членам организации, любителей природы Гродно. Вот членский взнос платил, и ему на год выдавалось вот такое вхождение во все эти объекты. И он мог их посещать бесплатно и был частью вот этой как бы системы. Это вот именно вот этот план Ядковского зоопарка. Даже сейчас неваженным глазом видно, что вот эта система, она не сохранилась. Мы можем рассматривать несколько дат создания зоопарка. 1927 год, но это если уже очень хочется. 7 сентября 1928 года – это именно вариант, связанный с первыми письмами и упоминаниями зоопарка в первых письмах. В июне создается совет по созданию зоопарка. 2 сентября – документ магистрата. 7 сентября – перенос. Даже здесь видно, что зоопарк все-таки имеет несколько лет. Можно, конечно, приплывать к какой-то дате, которая как бы удобная, но если традиционный 27-й год останется, я думаю, что это тоже, в принципе, будет неплохо. Вот такая история одного небольшого события. Ну, сыгравшего очень важную роль в истории города. Конечно, конечно, да. То есть и в данном случае даже сейчас зоопарк является центром культуры, центром природоохраны, центром развития ветеринарии. Это было культурное событие. Это даже не природореческое событие, а культурное. Потому что именно с этого события формировалась экологическая культура населения и экообразования. То есть было направлено на экологическое мировоззрение. Ну, опять же, если бы людям это не было интересно, никто бы не... Естественно. Не ходил бы, так скажем, на культуры. Конечно, да, конечно. И самое главное, что очень много людей подключилось к тому же музею природы и так далее. Но надо очень четко сказать о том, что именно в нашем регионе это очень сильно подняло уровень осознания охраны природы вообще в обществе. Поэтому это было такое серьезное, интересное событие. В какой-то степени, получается, наш зоопарк можно назвать именем черного бобра, ну, европейского бобра. Но мы говорили о том, что как бы очень неплохо было бы вообще поставить ему памятник. А, у него было какое-то имя? Имя там не проговаривается в тех документах, которые есть. А, то есть, возможно, оно было, но никогда не сохранилось. Да, да, да. Символом природоохраны в начале формирования современной культуры города Гродно, да, был черный боб. Большое спасибо. Даже не знал, что у нашего зоопарка такая разносторонняя история. И больше всего удивило то, что основной вклад внесли инженеры и люди, которые были заинтересованы в сохранении экологии не только Гродно, но в целом. Есть некоторые вещи и направления, которые касаются всех. Да. Большое спасибо. Узнали очень многое о истории нашего зоопарка, о людях, которые внесли вклад в развитие нашего зоопарка. Спасибо. 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 Спасибо.